итак начнем с теста у меня сегодня две порции половину я заморожу в морозилке чтобы потом не заморачиваться просто раскатаю и когда надо будет спеку так на одну порцию значит 250 миллилитров воды у меня конечно же здесь 500 потому что две порции подсолнечная здесь у меня половина потому что две порции а так 1 4 подсолнечное масло уксус у меня здесь на две порции две столовые ложки водка самая дешевая не надо дорогую брать 2 столовые ложки на 2 соль где-то на ту порцию пол чайной ложки на две порции у меня идет где-то 1 чайная ложка не полная масло сливочное растопленное значит у меня здесь две пачки масла это где-то 400 грамм а на одну порцию значит получается одна пачка масла просеянная нам нужно сделать такое немножко не мягкое тесто такой как на на пельмени где-то вот такой вот тесто должно быть чтобы когда будем раскатывать и намазывать масло чтобы она не рвалось этот рецепт у меня как говорится с детства где-то было мне 12-13 лет привезен он из грузии я уже перепроверила много рецептов и все равно возвращалась всегда к этому рецепту и больше уже менять наверное не буду пробовать какие-то эксперименты с другими тестами которые через терку вот масло добавляют все равно я в конце убеждала что это тесто получается намного вкуснее и намного как бы слои получается такие много слоев и приятный как говорится хруст все дальше руками 2 килограмма муки все конечно же не будем добавлять оставим еще для раскатки а вот вот Продолжение следует... Как видите, тесто уже не прилипает, довольно-таки, ну, вроде и мягко, но в то же время и тяжело ее вмесить, то есть вот так вот она вроде мягкая, такое эластичное. Осталось у меня где-то 3 стакана 200 граммовых муки от 2 килограммов, этого хватит для раскатки. Одну порцию делим на 3 части, так как у меня 2 порции, я буду делить на 6 частей. Буду взвешивать, чтобы все были одинаковые. Вот такое вот тесто, достаточно мягкое, но при этом плотное, не прилипает. Пакет, я взвесила где-то 2 600, теперь надо разделить на 6 частей. Значит, одна порция где-то 1,3 кг. Нужно мне где-то 430 грамм. Пакеты я приготовила, каждый отдельно положу в пакет. Оставим где-то минут на 10, чтобы тесто отдохнуло. Все, раскатываем, начинаем с первой. Посыпаем мукой стол. Раскатываем тонко. Вот так. Сейчас будет. Продолжение следует... Потому что второй слой тоже тонко надо, но вы уже так тонко не сможете после масла сделать. Чем тоньше вы раскатаете, тем больше вы сложите и тем больше слоев у вас получится. Значит масло у меня здесь размягченное, у меня сливочное. Но со сливочным всегда все вкуснее получается, поэтому я делаю сливочное. Если вы хотите, можете маргарин сделать. Чтобы не порвать, лучше руками. Посмотрю, силиконовая получится. Нет, лучше руками. Масло у меня не слишком мягкое, а надо, чтобы оно было достаточно мягкое. Делаю руками, чтобы не порвать тесто. Сейчас начнется что-то без перспечаток, без ничего. Мы для себя делаем. И руками быстрее делается. И чувствуется, где больше, где меньше. Скажу в итоге, сколько у меня ушло. Мажете, как на хлеб, допустим, на бутерброд. Значит, к середине. Сложили еще раз пополам. Слегка закрываем этот конец. Делаем вот такой теперь конвертик. Раз, два, три. Сейчас вот так вот, чтобы одинаково было. И четыре. Все. Вот уже, уже пузырьков много, уже вот образуются слои. Дальше вот так вот. Кладем обратно в тот же пакет. И в холодильник. Дальше вот так вот. Дальше вот так вот. Дальше вот так вот. Горова. Дальше вот так вот. теперь точно также к середине и опять к середине лайфхак от меня кладем не в холодильник а в морозилку я всегда так делаю чтобы не ждать если есть время можете 2-3 часа подождать в холодильнике потом начинать с первого вот у меня знаю что вот у меня первое второе третье значит пока я буду раскатывать остальные мне две порции первое уже окрепнет можно уже начать с этой потом с этой а следующий разложусь ниже что чтобы было понятно что какой сколько раз раскатывался все вот так вот пока раскатываю остальные этот окрепнет итак по второму кругу начинаем все теперь раскатываем раскатываем уже прямоугольник конечно уже тяжелее раскатывается чем первый раз видите я как много посыпаю мукой это для того чтобы тесто не порвали потому что там уже масло и желательно не деформировать тесто раскатываем максимально тонко сколько у вас получится останавливаемся уже чувствуете что все если вы еще раз катаете уже масло будет вылезать и тесто будет рваться значит надо остановиться там где вот толстые части раскатываем начали посыпаем хорошо а дальше уже ближе к концу уже не надо сильно потому что будем складывать же что больше не надо уже тонкая достаточно еще раз смазываем маслом а вот вот Продолжение следует... Продолжение следует... То есть я не жду 2-3 часа, это делается быстрее. Пока буду раскатывать это, эти уже почти окрепли. Сейчас как раз и дойдут. Итак, раскатала я, смазала маслом 2 раза. Теперь вот эти первые 3, которые уже окрепли, я испеку. А эти 3, здесь 2 порции. Значит, одну порцию я буду готовить, а вторую порцию положу в морозилку. И оставлю до следующих времен. Когда захочу, просто раскатаю и испеку. Уже не надо будет заморачиваться маслом. Масло ушло у меня, значит, где-то на 2 порции ушло 1 кг с лишним. Где-то 1 кг 100. Ну вот, 500 с лишним грамм идёт на 1 порцию. Это у меня. Зависит от того, как тонко вы раскатали тесто. Если тонко, получается пошире и много масла уходит. Если потолще, то масло меньше уходит. Но чем тоньше вы раскатали, тем больше слоёв и более воздушно и рассыпчато получается. Вот, раскатываю я, смазываю маслом всего 2 раза. Третий раз раскатаю, уже буду печь. Так, крем. Показываю очень быстро, потому что времени у меня нет. Так, 3 стакана молока. Но всё, все 3 сразу не наливаем. Вот, 2 налили, допустим. Так, дальше. Сюда. 3 столовые ложки муки. И 3 столовые ложки крахмала. Всё по 3. Сито далеко не убираем. Это нам больше не нужно. Смешиваем так, чтобы не осталось комочков. Для гарантии ещё раз пропускаем через сито. Теперь третий стакан. Как бы промываем сито. Так, 2 стакана сахара. Стакан у меня нет, 200 граммовый, чуть поменьше, где-то 180. Можете 200 граммовый, если любите совсем сладкое. И ваниль. Всё. Ставим на плиту. Мешаем, пока крем не загустит. Если вы заметили, я взяла кастрюлю пошире, чтобы она быстрее приготовилась. И плюс у этой кастрюли толстое дно, чтобы не подгорело. Обязательно варите крем в кастрюле с толстым дном, либо в сотейнике. Мешаем всё время, потому что, когда начнёт загустевать, чтобы не прилипло и не подгорело. Так, загустевает, вмешаем интенсивней. Вот так вот. Всё, убираем с плиты. Перекладываем в посуду, в которой будем взбивать. Даем остыть. Даем остыть, но не до такого состояния, чтобы она была совсем холодная. До комнатной температуры, чтобы слегка-слегка такая, чтобы тёпленькая была. Я плёнкой не накрываю. Вы можете накрыть, как хотите. Я никогда этого не делаю. Я просто часто мешаю, чтобы не образовалась корочка сверху, и всё. И чем больше будем мешать мы, тем быстрее она как бы остынет. Так вот поставила на окно и мешаю деревянной ложкой. Уже почти остыла. Крем остыл, но он ещё тёплый. То есть чуть теплее комнатной температуры. Я совсем не остужаю. Особенно для новичков. Если вы хотите, чтобы у вас не свернулся крем любой, то лучше делать чуть-чуть потеплее. И очень мягкое масло. Если масло будет холодное, а крем тёплый, или наоборот, и оба холодные, то она всё равно свернётся. Всё, взбиваем. Всё, взбиваем. Вот такой вот очень вкусный крем получается. Обожаю этот крем. Использую везде, даже в бисквитном торте тоже. Вот. Всё, теперь накрываем его уже чем-нибудь. Тарелкой или там крышкой. И кладём в холодильник немножко. Пока мы займёмся тестом, она пускай там немножко застанет. Тарелкой. Края. Тарелки. Раскатываем тонко. Вот так, максимально тока, но тока, чтобы не порвать. Все, теперь я что делаю? Вот так, эти края не выбрасываем, испечем для посыпки. Идеально ровно у меня никогда, конечно, не получается. Все. Я делю сразу на прямоугольники, то есть уже готовые, уже нарезать потом не надо будет, порционные такие. Вот пергаметом. Дальше просто собираем. То есть так уже они готовы, просто друг на друга надо будет сложить с кремом и все. Ставим духовку на 200 градусов. Хочу показать режим, который я включила. Вот режим пицца. Это не включается. И вентилятор, если есть. Но если нет, то просто вверх-вниз включите. И поставила вниз, потому что режим только низ. И вот снизу она, вентилятор как бы равномерно распределяет теплый воздух. И снизу она хорошо поднимается. Раскатала точно так же. Просто покажу, если хотите из этого трубочки сделать, как можно их сделать. Также края лишние убираем. Но не выбрасываем, это пойдет на посыпку. Дальше режем на полоски. Где-то 2 сантиметра. Смотрите, вот эти маленькие я не новые купила, а эти с советских времен. До сих пор я вот использую. Вот, давайте начнем с этой. Вот так вот. Начинаем от узкого угла. Как бы его закрепляем здесь. И дальше как бы внахлёст. Только не с середины вот так вот, а просто вот этот конец должен быть на нем. Держим вот так вот и просто крутим. Сильно большие я не буду делать. Вот так вот. И вот этот конец просто вот так вот нажимаем и она крепится. Ничем не смазываем форму, потому что тесто и так масляное. Вот так вот они выглядят. Точно так вот. У меня один и тот же пергамент. Вот там, где лепили последнюю часть, этой стороной вниз. Смазывать я ничем не буду. Можно смазать яйцом, если не будете посыпать сахарной пудрой. А я буду посыпать. А вот так вот выглядят трубочки. Если смазать яйцом, желтком, тогда они красиво блестят. Тогда не надо посыпать сахарной пудрой. Так как я буду посыпать, я не смазала. Как достаем ту полотенце, они вот сразу сами выходят. Вот так вот. Чуть-чуть надавливаем, они вылезают. Снимать надо, пока они горячие. Так легко снимаются. И завязывать надо плотно. Вот видите, я его не плотно завязала, она вот немножко скрывается. Надо плотно крутить плотно. Показать вам. Посмотрите. Видите, какие слои. Она нежная. Нежная, рассыпчатая. Так. Вот. Значит, делаем мы крошки. Крошки мы делаем руками, чтобы было покрупнее. И так начнем. Смотрите. Можно положить три друг на друга. Можно два, если не хотите высоко. Можете четыре. Высоту регулируйте сами, какую вы хотите. Значит, на первый смазываем кремом. Сейчас я получше возьму. Кладем на него второй. Кладем на него третий. Мазываем края. Сначала края. Можно один большой сделать. Это же на ваш выбор. Мне так легче, чтобы потом не нарезать. Так смотрится тоже красивее. Края смазали. Теперь посыпаем края. Теперь сверху. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все посыпаем сахарной пудрой Ну а у меня все, надеюсь вам все понравилось, пока-пока! Пока!